Христос воскрес! Здравствуйте! В эфире «Экспресс» выпуск программы «Детали дня» в студии Екатерина Тонких. Христос воскрес! В прошедшее воскресенье православные христиане отметили свой самый главный праздник – Пасху. Праздничное богослужение состоялось и в свято-никольском храме села Мизенская. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ровно в полночь все желающие собрались на крестный ход. В честь Христа Спасителя верующие прошли круг почета по периметру храма. На это время стены обители веры покидают все. Ни одна душа там не остается. Прихожане вслед за служителями церкви следуют с песней ко Христу. Таким образом православные чтят своего Бога. В этом году в ночь субботы на воскресенье в храме села Мизенская собралось более ста человек. Торжественное богослужение продолжалось около двух часов. В начале третьего часа ночи на православных сошел благодатный огонь. Настоятель храма Иерей Игорь Панов специально летал за ним на священную землю. Сотни свечей зажглись от него в эту ночь. Подробнее о том, как православные зареченцы праздновали Пасху, смотрите завтра. Христос воскрес! Христос воскрес! Лесные пожары в Свердловской области продолжаются. Накануне были зафиксированы два возгорания в районе города Каменск-Уральский. Общая площадь выгоревшей леса составила 0,7 гектара, сообщают европейско-азиатские новости со ссылкой на ГУ МЧС области. В настоящее время пламя потушено. Действующих очагов нет. Всего в том году от пожаров на Среднем Урале пострадало уже 25 гектаров леса, сообщает уралполит.ру. На борьбу с проблемой, которая снова грозит стать острой, будет потрачено 800 миллионов рублей, заявил губернатор Александр Мишарин на специальной тренировке МЧС. На эти деньги закупят дополнительную спецтехнику и увеличат количество людей, задействованных на тушение. Отметим, что с начала месяца на Уральской базе авиационной охраны лесов круглосуточно работает телефонный номер, куда можно сообщать о лесных пожарах в любое время. В ближайшее время в стране произойдут резкие скачки цен на топливо, считают эксперты информационного центра «Кортекс». За последние три месяца горючее дорожало незначительно, но это только затишье перед бурей, считают эксперты. Напомним, после того, как в феврале этого года премьер-министр Владимир Путин раскритиковал расценки на бензин и дизельное топливо, антимонопольный комитет ограничил рост цен для всех российских нефтяных компаний. Компаниям стало выгодно отправлять свой продукт на экспорт, так как мировые цены на нефть росли быстрее российских. Теперь на внутреннем рынке нефтепродуктов наступил дефицит моторного топлива. Уже в мае независимым заправкам придется платить за тонну бензина больше на 3 тысячи рублей, чем сейчас. А это неминуемо скажется на карманах автовладельцев, уверены эксперты. Здоровые и сильные дети. 60% школьников Свердловской области выполняют нормы по труду и обороне на золотые и серебряные значки, сообщает сегодня Интерфакс. Комплекс подготовки к труду и обороне введен в Свердловских школах с сентября 2010 года. Ребята сдают нормативы в беге, плавании, лыжах, стрельбе и силовых упражнениях. И как показывают результаты, сдают довольно успешно. Сегодня более половины Свердловских школьников выполняют нормы ГТО на золотые и серебряные значки. А вот 30% учащихся пока что не дотягивают до удовлетворительных показателей. 10% вообще освобождены от урока физкультуры. Ожидается, что самые быстрые и сильные за свои успехи получат значки ГТО уже этим летом. Пока же идет проверка тех данных, которые муниципалитеты отправили в область. Тем временем в областном Министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики надеются, что нормы ГТО в ближайшее время будут внедрены не только в регионе, но и по всей России. Туризм в регионе начал развиваться. В Горном университете разработали уникальные маршруты по самоцветным и золотым местам Урала. Пройти по ним скоро сможет любой желающий. Туристы посетят единственное в России крупнейшее месторождение изумрудов, а также месторождение золота, платины и других ископаемых Среднего и Южного Урала, пишет сегодня портал Е1. Начальной точкой маршрутов будет Уральский геологический музей, где туристы-любители познакомятся с экспонатами, которые могут встретить во время походов. Сотрудники музея научат основам коллекционного дела, правилам отбора и диагностики образцов. Специалисты также обещают, что все желающие во время экскурсии смогут сформировать свои личные коллекции минералов. У горняков разрабатываются и другие туристические направления – маршруты, посвященные древним вулканам Урала и династии Романовых. Экскурсии начнутся уже этим летом. Завтра весь мир будет вспоминать трагедию на Чернобыльской АЭС. Крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа произошла 25 лет назад. Но до сих пор на Украине, в России и в странах СНГ об этой трагедии говорят с содроганием. Завтрашний день в Заречном без сомнения пройдет под знаком годовщины трагедии в Чернобыле. В школах города, как и во всех школах страны, на классных часах будут рассказывать о самых страшных днях 86-го. А вечером во Дворце культуры «Ровесник» состоится вечер памяти Чернобыль в судьбах Заречного, начало 18.00. Также в 6 вечера у ДК пройдет пикет, приуроченный 25-летию трагедии. А на нашем канале в этот вторник специальный репортаж Марии Морозовой из серии «Ликвидаторы». История человека, участвовавшего в ликвидации последствий аварии. История семьи, для которой Чернобыль стал поворотным моментом в судьбе. История, которая не оставит равнодушным. Завтра в это же время в программе «Детали дня». Вы талантливы, но до сих пор не заявили о себе на весь город? Далось скромность. Приходите к нам и станьте участником первого телевизионного конкурса талантов «Город за». Напомним, все, что от вас требуется, это придумать творческий номер, заполнить анкету участника и ждать приглашения на телевизионную съемку. Номера могут быть в любом жанре, ограничений по возрасту также нет. Самых талантливых зареченцев будут выбирать телезрители путем интерактивного голосования. Конкурс проходит при поддержке администрации города и газеты «Пятница.Про». Анкеты участников принимаются по адресу улица Олещенкова, 22А. Оставить заявку можно и на официальном сайте нашего канала – зартв.ру или по телефону 7 11 72. На этом экспресс-выпуск программы «Детали дня» завершен. Увидимся завтра на канале Заречной ТВ. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова